сегодняшний серьезный эфир будет проходить под осеннюю паснову слишком много серьезного в последнее время поэтому давайте с вами порассуждаем на тему такого явления как луна луна вот так прикрепим комментарий всем привет тема очень интересная сразу скажу что сегодня я буду делиться тем что как обычно резонирует лично со мной давайте пообщаемся с вами также здесь в чате какие у вас есть на этот счет размышления начну я с того что у меня были свои загрузки которые так скажем не были особо связаны с какими-то материалами которые я например где-то смотрели читала я сейчас их обозначу так скажем тезисно то что мне приходило как как некие озарение как скачивание о таком небесном всем привет кто подсоединяется я вижу анну владимировну всем привет ребята тезисно расскажу о том что пришло ко мне самой и потом приведу некоторые выдержки из материалов которые я сохранял для себя потому что когда как я знакомлюсь с материалом так и в принципе я рекомендую всем потреблять информацию вижу что смеется я увидела вас это анна владимировна это моя очень хорошая девчонка мой бывший босс живет сейчас в осаднем доме от меня и рада рада аня начала читать книгу кстати три волны добровольцев и новая земля многие здесь уже уже разделяют с тобой это путешествие возвращаемся к теме так как я люблю скакать значит с темы на тему возвращаемся к теме луна что приходило ко мне конкретно первое и тезис первый что это ритуальные часы я буду в этом сегодня в эфире я буду много стараться шутить ты конечно ты тоже семечко кто бы сомневался мы будем всем на тему перескакивать потому что я понимаю что тому а не происходит распаковка нормальная такая конкретная но многие у многих произошла распаковка с доллара скана с материалами вот луна сестра моя подключилась я сегодня не серьезная вот поэтому мы с вами и и в общем тем луны не сказать что шуточная вообще не шуточная потому что очень много там происходит темных дел в общем тезис первый что это ритуальные часы по некоторым данным помещен помещен этот небесный объект был 500 тысяч лет назад по некоторым данным помещен 300 тысяч лет назад это не суть для нас важно для меня мой личный со мной резонирующий факт что это не естественного происхождения всем привет здоровья с волей привет это не естественного происхождения небесное тело и мы с вами чуть позже поговорим почему так вот почему дака дака мне вот пришло это знание что это ритуальные часы я их называю сатанинские часики луна это сатанинские часики потому что приспешники так скажем темной стороны были раскиданы по да по всей земле мы сегодня не затрагиваем тему касаемо знаем и размер земли истинные или нет там какая она там плоская не плоская это все не важно я говорю про то что очень давно луна и в принципе и сейчас является так скажем ее фазы каждый там особенный день луны является подсказкой для приспешников темной стороны когда и какие обряды совершаются это все имеют собой естественно научное объяснение мы с вами также об этом позже поговорим в зависимости так как мы находимся с вами в системе солнечные дамы наши планеты является клеткой большого организма да как в нашем организме там есть клетки которые между собой взаимодействуют точно так же взаимодействует между собой небесные тела неважно какого происхождения они искусственного или так скажем органического какой здесь можно привести пример например когда в человеке есть имплант или что-то инородное будь то зубной имплант грудной имплант титановая пластина какой какой-нибудь шунтирование все равно несмотря на то что это инородное тело она встраивается в организм и становится его частью соответственно она влияет на весь организм есть такая знаете кто-то в комментариях писал тоже не совсем в таком адекватном ключе что на нас луна не влияет потому что она не так скажем природного происхождения конечно же она влияет тот факт того что она являет ней не природного происхождения не отрицает того что она на нас естественно оказывает влияние а самый наверное яркий пример это то что по лунным фазам да по лунным циклам отливает приливает океаны по лунным циклам мы занимаемся да там каким-то земледелием земледелием фермерством и по лунным циклам у многих с лунными циклами связано женское женские процессы в организме следующее мое скачивание было также связано с женскими циклами что у меня прошла такая информация что на самом деле так как мы были искусственно с вами замедлены человечество было искусственно замедлено в эволюции и развитии женская осознанность изначально планировалось я не знаю проигрывалось это так или нет или не успела проиграться но истинно женщина могла сама или может запускать цикл своего организма соответственно это осознанное принятие решения когда женщина может запланировать стать порталом для души да если мы с вами все таки вернемся к так скажем божественному предназначению женской энергии женщина является порталом который я с тонкого плана перемещает душу в физический план вот соответственно сексуальная энергия является наивысшим творческим обладает наивысшим творческим потенциалом то что у нас сейчас обесценивают то что у нас превратилось в вообще так скажем не имеющее значение в лучшем случае а имеющая вообще какое-то извращенное понимание да интимной близости и так далее изначально это приводит да ну венец творчества близости мужчины и женщины это новый человек да что может быть еще более творческим чем создание другого человека это что касается влияния фаз луны то есть луна начала воздействовать на женскую на женскую цикличность тем самым приводя к тому что да стало возможным неосознанное неосознанное зачатие нового человека какая ко мне еще приходила загрузка почему мы с вами манифестируем на новую луну так вот мне пришло пришло осознание что манифестируем мы на новую луну потому что тогда влияние луны максимально ограничено то есть оно минимальное мои любимые каламбуры соответственно влияние этого да непонятного да происхождения небесного тела на нас минимально и мы в этот конкретный момент с вами не будучи да так скажем в общем не поддающий не поддающийся воздействию этого негативного небесного тела мы с вами манифестируем далее что луна это эгрегор луна это огромный эгрегор многие из вас конечно же и я думаю каждый кто занимался духовным развитием особенно женщины луне идет прям поклонение что луна это женская энергия что на луну давайте будем заряжать воду на луне мы чистим там кристаллы под луной там голый плещемся в водопадах в озерах и так далее в общем это все тоже дает очень много энергии и создает такой ореол некого романтизма лунного и соответственно тоже луну питает сейчас мы дальше с вами чуть поподробнее поговорим о том почему же луна так активно собирает нашу энергию зачем и как этот энергосбор в принципе устроен те кто уже давно в теме для вас это новостью не будет может быть есть здесь кто-то только начал в этой теме разбираться я постараюсь эту тему развить сейчас а пока что у меня рекламная пауза и глоточек кофе потому что мне еще надо будет поработать так поехали дальше я буду некоторые некоторые абзацы зачитывать чтобы мне ничего не упустить ребят по традиции пишем пишите комментарии вопросы и я их обязательно в конце мы с вами обсудим да такое основы введение одной из самых странных так называемых планет известной нам вселенной бросает вызов любым традиционным законам с поразительной точностью когда дело доходит до ее геометрических отношений как с нашим солнцем так и с землей возникает огромное количество вопросов это единственная планета в кавычках что это мы с вами также позже чуть разберем которая действительно заставляет астрономов и вообще любых людей которые занимаются астрофизикой астрономии астрологии почесывать почесывать затылочек вероятность того что луна планеты окажется точно такого же размера во время затмения да мы помним как да как происходит затмение здесь может быть кто-то меня поправит может быть здесь я не точно но смысл в том что во время затмения да луна то есть тень луны на солнце абсолютно такого же размера как и солнце это шанс один на триллион совпадение не думаю по по одной из теорий которые со мной очень сильно откликается луна это гигантский спутник искусственного происхождения на которой находится наблюдательная база там находится и база драка рептилий и наблюдательная база города которые многие также поднимают тему того что она полая внутри и мы сейчас тоже к этому вернемся да к соотношению массы да если сравнивать например массу земли и массу луны что является также доказательством того что основная часть скрывается под поверхностью луны что что луна полна разумной жизни которая находится внутри яичной скорлупы также есть информация о том что луна на данный момент ржавеет точно также были взяты некоторые образцы которые указывают на то что у нее происходит процесс коррозии большая часть научных доказательств найденных за последние 50 лет подтверждает утверждения которыми я сейчас кратко с вами поделюсь масса луны масса луны составляет 25 процентов или одну четвертую от диаметра земли и как это возможно что масса луны намного меньше чем у земли всего 1 и 1 и 2 процента от земли когда она должна быть в том же соотношении что и объем здесь какой момент что если бы луна была в общем потребовалось бы 81 луна чтобы ну того той массы которой она есть сейчас чтобы соответствовать массе земли понимаете да что если бы луна по массе была нормальным так скажем спутником земли то потребовалось бы 80 81 ее масса я надеюсь понятно я объясняю потому что я как бы в математике физике иногда не то чтобы иногда часто я тупица в общем у меня в голове это складывается я надеюсь что вам тоже это понятно чтобы еще больше подкрепить это научное утверждение мы находим существенные доказательства того что на самом деле луна искусственная астронавты на луне едва смогли проникнуть на поверхность внутри кратеров только чтобы обнаружить что обработанные металлы такие как латунь и титан были найдены на на поверхности и под первой поверхностью и эти материалы не являются природными элементами и обычно встречаются и используются в архитектурном дизайне теперь следующий факт говоря о самих кратерах было интересно обнаружить что эти углубления резко различались по диаметру по всей фронтальной части поверхности луны и все они имели одинаковую глубину кажется очень странным что сталкивающиеся астероиды оказывают практически одинаковое воздействие на планету независимо от их размера и массы одна из теорий предполагает что именно лежащие в основе искусственные металлы действуют как защитный щит соответственно из-за того что есть некий некая оболочка когда об нее ударяются другие какие-то небесные астероиды другие осколки и так далее они образовывают примерно плюс-минус вот эти кратеры которые по толщине все да одной той же глубины многие астронавты которые не вписываются в основное повествование многие из вас знают ребята что огромное количество свидетельствований были просто стерты удалены большое количество астронавтов которые принимали участие в экспедициях на Луну кто-то там что-то значит случилось со здоровьем неожиданно естественно Аполлон Аполлон 13 многие из вас знают что произошло да со съемкой Стэнли Кубрика в принципе Кубрик сам признавался достаточно однозначно уже о том что он принимал участие что он и был режиссером этого и он называл в принципе высадку на Луну своей самой гениальной так скажем режиссерской работой и у меня даже где-то было интервью это где он открытым текстом об этом говорит да возвращаясь теперь к показаниям тех астронавтов которые были затерты отовсюду что они наблюдали огромное количество странных действий и видели различные летательные аппараты которые появлялись с обратной стороны Луны так называемой планеты это приводит к еще следующему интригующему вопросу почему мы никогда не видели оборотные стороны вот здесь я ребят сейчас зачитаю потому что нужно мне точно вам передать слова чтобы вы поняли о чем здесь идет речь почему это так важно что мы видим только ее одну сторону и что это ну так скажем органически невозможно то есть это должен быть искусственный объект для того для того чтобы он вот следовал четко да только вот так вот личиком за нами поскольку наша вселенная действует по одним и тем же законам физики все наши планеты вращаются находясь на орбите но луна чудесным образом не вращается что еще более странно так это то что из-за положения луны в нашей солнечной системе вращение земли должно приводить луну в яростное встречное вращение вместо этого у луны есть то что известно как приливная блокировка просто означающая что ее вращение точно соответствует ее орбите понимаете да то есть ощущение кажется что она не вращается но она вращается и это соответствует ее орбите то есть это приливная блокировка и это бросает вызов естественным законам того как планеты действуют в нашей вселенной лицевая сторона луны всегда будет обращена к нам независимо от того где она находится на орбите вопрос она что спионит за нами вопрос риторический ответ абсолютно стенограммы которые вернулись с миссии Аполлон-10 на луну показали жуткую космическую музыку исходящую из планетоида эти звуки были очень похожи по сравнению с теми же электромагнитными звуками которые были записаны в Кассини изнутри колец Сатурна опять же Сатурн сейчас мы с вами про Сатурн поговорим почему у нас появляется Сатурн Сатана и так далее Сатурн и Луна являются передатчиками и трансляторами информации работающими вместе для кодирования нашей голографической реальности на Луне по данным одним из данных находится центр по созданию нашей голографической 3d матрицы дополнительные доказательства подтверждающие эту теорию были подкреплены когда на Луне были найдены фотографии шести высоких геометрических и неестественных сооружений три из которых находятся у нас на земле вы знаете про что я говорю вопрос о засыпку таких как шпили и были подтверждены фотографиями миссии Аполлон-17 они были выше любого искусственного сооружения на земле выглядели как гигантские антенны достигающие колоссальных 6,25 миль в высоту советский космический инженер Александр Абрамов отметил что центры шпилей расположены точно так же как вершины трех великих пирамид в Гизе Египет все верно здесь опять же соотнесение ребят есть шпили а есть пирамиды и здесь соотнесение шпилей на Луне соотносится с тремя шпилями которые находятся один Лондон другой Ватикан третий Вашингтон и с тремя пирамидами соответственно теперь сейчас я вам зачитаю как это связано между собой как они как работает их система энергопередачи как уже мы только что с вами выяснили эти сооружения существовали в древнем Египте называется также другие сооружения обелисками то про что я сейчас сказала которые у нас Ватикан Ватикан Лондон и Вашингтон и используется в качестве замены в том что мы сегодня имеем в качестве линий электропередачи то есть мы с вами привыкли видеть глазом что электричество передается но зная кто уже прокачан кто уже понимает что на самом деле все вокруг это энергия и энергией можно манипулировать и да то что создавал например Тесла что там не было никаких проводов эти обелиски являются огромными антеннами они используются в качестве передатчиков энергии и действительно были частью наших первых электростанций эти монолитные гранитные башни похожи на камертоны используемые в качестве древних систем вещания а также устройство передачи электрической энергии пропускающих энергию через ионы в нашей атмосфере поэтому огромное количество жертвоприношений огромное количество подземных туннелей именно сосредоточены вот в этой области где находится обелиски почему мы с вами уже в одном из эфиров обсуждали что такое луж луж это сбор негативной энергии соответственно идут идут по вот этим меридианам все это собирается в эти обелиски и вся негативная энергия все эти туннели сводятся к ним и соответственно передаются куда туда в сторону вот этих негативных собирателей по одним из данных и вообще в принципе луна как сущность да как имеющие свое энергетическое поле создание питается вот этой вот этой энергией да а уж там понятно что находящиеся на ней ее клетки которые являются дракой дракорептилиями естественно также эту энергию получает по сути по сути это является энергосборником в общем по одно по одним из данных также это замаскированный корабль кто-то говорит корабль анунаков кто-то говорит ну в общем это на самом деле сейчас не суть важно просто главное сейчас понимать что так скажем не стоит романтизировать это небесное да тело и с этим небесным телом очевидно что-то что-то не так большие вопросы оно вызывает и так следующий теперь более эзотерического качества информация о том как раз что же из себя представляет луна как сущность и каким образом она собственно говоря связано с колесом самсары это то откуда мы с вами сейчас выходим да то что отменено мы существуем внутри конструкции искусственной реальности это уже тоже никому не секрет что мы живем в проецируемой 3d матрице в которой мы как и в фильме матрицы сами того не зная являем кто-то являлся кто-то до сих пор да в той или иной степени мы питаем уже конечно же совершенно на других количествах нежели ранее сейчас решетка полностью полностью переустановлена правила то что действовали раньше больше не действуют да все уже новая реальность сейчас существует мы сейчас просто с вами разбираем те принципы которые действовали до до обновления так скажем решетки до энергетической решетки я об этом буду более подробно в следующем эфире останавливаться потому что уж очень интересные мне пришли загрузки связанные с эфиром который я смотрела с с валентина мироновой но об этом следующем эфире возвращаемся к луне и к ее ну уже там да энергетическим моментом в общем эта сущность которая питается энергией она непосредственно связана с сатурном который также является и проявлением сатаны и саурона да в разных да там проявлениях по-разному питаются они так как они не имеют возможности вырабатывать свою искру они питаются нашей искрой да и питаются нашими низковибрационными энергиями наши силы да энергии души значит некоторые приходят приходили и особенно раньше для того чтобы помочь другим сбежать с вот этого непрекращающегося колеса самсары вот с этой ловушки это был иисусик наш любимый и все остальные вознесенные мастера большинство находились здесь в ловушке я это говорила помните ребята в эфире что мне показали про матрицу да что мне показали прям что души находится в ловушке и с тех пор как была перенесена вот эта станция да которая является луной сюда рядом с землей в нашу солнечную систему они начали удерживать души в решетке реинкарнации обманывая души используя страх и заставляя души выбирать перевоплощаться снова и снова и снова и снова и снова думая что это необходимость что другого выбора больше нет значит нам говорили о том что нам необходимо исцелить свою карму что нам необходимо снова пройти уроки мы-то подписывали какие-то контракты души думая что вот оно и есть да там так скажем высшее царство души и что другого больше так скажем пути развития нет поэтому многие и перевоплощались и одни и те же уроки на одни и те же грабли наступали потому что условия создавали здесь как я уже говорила либо ты идешь на лесоповал либо ты идешь рельсы разгружать потому что ну они настолько создали эти рабские условия что ну нужно был нужен был очень высокий уровень осознанности чтобы понять что здесь что-то не так и на самом деле кармы не существует что можно при высоком уровне осознанности карму свою отрабатывать мгновенно что вероятно имеет значение для большинства человеческих душ в этой матрице некоторые люди утверждают иначе говорят что души насильно помещает инопланетный промышленный комплекс по переработке душ на луне против их воли чтобы стереть их память и отправить обратно на землю на форда на ферму душ рептили здесь у них ферма скорее всего я с этим согласна никого заставить нельзя но так как они великие манипуляторы да мы с вами это знаем рептильный мозг он в принципе да построен на манипуляциях на обмане на контроле мы многие души стали обманутыми и это разрешено универсальными законами мироздания потому что обман и быть обманутым является также выбором да почему почему да многие из нас даже если мы сейчас возвращаемся с вами в земной план да у кого-то отношения у кого-то работа мы все равно часто себя разрешаем обманывать это наш выбор быть обманутыми или нет поскольку обман никогда не бывает безупречным и имеет встроенные противоречия и при развитой интуиции у нас всегда есть где-то маленький такой молоточек который говорит тебя сейчас нашлепают обратите пожалуйста свое внимание значит определить обман возможно но слишком так скажем да слишком стали очень сложные обстоятельства слишком сузили в общем рабство все 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 барьеры перешло поэтому когда душа переходит на астральный план после смерти нас могут пригласить встретиться с нашими близкими духовными наставниками с огромной энергией любви которая убедит нас войти в туннель ведущий на завод по переработке душ я с вами кстати ребята это тоже в одном из эфиров обсуждала что есть они называются знаете как инкарнационные базы и они все зачищены сейчас этого больше нет но это они являлись так скажем перехватываю перехватывающими ловушками которые создавали иллюзию того что душа идет дальше подниматься на самом деле ее перехватывали и создавали ну иллюзию того что она должна снова переродиться и проходить какие-то уроки здесь кармические и соответственно если мы были завязаны там с кем-то кармическими узлами мы снова вместе там с частью души встречались с этим человеком и опять а ну вот мы снова там с тобой задачи не справились и снова нам надо придется да там воплощаться вместе эти уроки проходить в общем что важно знать что сейчас все энергии зачищены мы перешли с вами на новую вибрационную виток и бояться больше нечего со мной очень сильно срезонировала то о чем говорила валентина миронова что полностью убран ключ или ген страха в человеке это стертое из ДНК и если человек может принимать какие-то решения на страхе это только потому что он выбирает продолжать жить по этому коду поэтому луна на нас сейчас значение такого как раньше больше не оказывает она продолжает там себе доживать то что ей ну осталось да мы с вами про ее судьбу там дальше особо разговаривать не будем потому что в принципе нам уже это не суть так скажем важно когда будет необходимый момент раскрытия я думаю информация будет раскрыта когда коллективное сознание будет для этого готово что там происходило да про то что а по все аполлоны это были да экспедиции это были масоны 33 градуса что в общем все там было не не так просто и конечно же огромное количество информации утаивается и понятно почему поэтому мы продолжаем любоваться этим интересным явлением но уходим от того что она каким-то образом влияет на нас почему сейчас мы до сих пор можем чувствовать энергии полнолуния почему луна там кто занимается астрологическими прогнозами в зависимости от того в каких она там домах на нас влияет ну потому что все что находится вокруг нас и внутри нас на нас влияет да в той или иной степени другой вопрос отдаем ли мы этому полностью какой-то свой контроль да складываем ли мы на эту луну там и говорим что у меня сегодня ничего не получилось потому что было полнолуние или что я проспал потому что была полная луна ответственность берем на себя начинаем с себя и просто ну берем ну так скажем в где-то просто держим в уме что вот она может периодически на нас оказывать какое-то влияние но не кардинальное так ребят поднимаюсь к вопросам такая музыка мне приятная я как будто на отдыхе так пока я листаю слушаем музыку так пишет Оля влияет многие люди очень раздражены особенно заметно на дороге в полнолуние но опять же это движется по некой инерции и да как я уже говорил конечно же если люди неосознанные и ну то есть чем чем более неосознанный человек тем больше внешних факторов на человека влияет да этот поехал не туда здесь луна полная здесь Васька дурак а Петька значит мне там дорогу не уступил вот поэтому чем выше уровень осознанности тем больше мы сосредотачиваем на себе да своего создания реальности да не отдаем свою силу чему-то или кому-то так мне пишут что я прекрасны благодарю читаем дальше так как интересно давно хотела узнать про луну пишет нам Таня ну опять же ребят я делюсь тем что резонирует лично со мной как я часто повторяюсь я буду повторять это в каждом эфире возьмите то что с вами откликнулось не возьмите то что с вами не откликнулось да возможно у вас какие-то есть свои скачивание понимания относительно энергии луны и так далее поэтому ну в общем может я надеюсь что кому-то пришли какие-то интересные разъяснения да по взаимоотношениям потому что у многих есть конечно же взаимоотношения с этим небесным телом это это сто процентов так как же женская энергия она ведь считается лунной приливы отливы в теле женщине в большой степени на нее реагируют так наверное позже подключилась к эфиру я в самом начале рассказала какие у меня были скачивания относительно женской энергии во-первых луна это очень мощный крупный эгрегор который завязан очень сильно на женской энергии и луна вызывает искусственно в женщине циклы и женская энергия уж поверьте с лунной ну никак не связана женская энергия появилась гораздо гораздо на миллиарды лет раньше чем луна и это просто ну очередной эгрегор очередное уведение внимания на мой взгляд кто-то может быть со мной не согласится ради бога если кто-то проводит там свои ритуалы согласно луне ради бога значит так окей я все-таки моя женская энергия это моя женская энергия луна мне ее точно не давал мне дал ее творец да это небесные папка а не какая-то там непонятная точка на небе которая все время к нам лицом подозрительная так привет по поводу земли я уже отвечала и не раз мне пофигу для меня это неважно плоская она или круглая в зависимости от того в какой в какой мерности находится разум сознание так она может быть и плоской и круглой и полой и со внутренней землей мы с вами в многомерной вселенной живем так оля спрашивает про сатурн отдельный эфир будет или тут было уже про сатурн я сказала я глубоко в сатурн не углублялась в тему но и наверное в ближайшее время может быть я не буду углубляться потому что слишком уж это как назвать ну в общем это слишком темная история не хочется уже эти темы поднимать это уже это уже по большому счету в прошлом если будет попозже запрос да когда мы с вами так же сможем в принципе перевести это на более какое-то ну уже лайтовое описание посмотрим в общем посмотрим так ярослава очень вызывается то о чем вы говорите никак не могла понять при чем же здесь женская энергия и луна ну знаете как есть определенные энергетика у меня и со мной идет отклик что есть например у нас там да за какие аспекты отвечает венера за какие аспекты отвечает юпитер то есть планеты да к луне у меня ну никогда не было такого что с чего бы даже если это спутник земли она отвечала бы за женскую энергию ну как бы с чего почему вот а с учетом того что уж слишком много вопросов к тому спутник ли она да природные органические ну свою женскую энергию точно я посвящать этому непонятному объекту не буду вот ну что ребятки будем заканчивать покажу вам напоследок немножко ночного города обожаю здесь сидеть вообще свой маленький этот уголок надеюсь что было познавательно так прекрасного момента луна на меня никак не влияет даже мои растения растут хорошо тогда когда я им скажу а не из-за луны это лишь программы и вера людей ну как я сказала да что создаем какую реальность ту реальность и живем принимать во внимание какие-то моменты стоит но полностью перекладывать на них да свое свое ну проживание не стоит жили пишет как в джакузи на фоне большого окна согласна так юлич благодарю тебе добрый человек за информацию благодарю люблю твои эфиры рада что ты в россии я тоже рада что я в россии в общем все классно всех благодарю ребят как всегда обожаю с вами болтать вечерами давайте еще какую-нибудь интересную тему с вами разберем в ближайшее время наверное брошу вопросик в опрос в stories все всем пока я приступаю к своим облазанностям и работе с нашими эмпатами так что марина вижу тебя твои глаза сердечки ждите я к вам скоро присоединяюсь все всем пока пока